Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика». О главных новостях прямо сейчас. В студии Ольга Алексеева. Смотрите сегодня. В три раза больше. В АллатРе увеличилось количество зараженных коронавирусом. До свидания, детский сад. Чубаксарские дошколята выпустились онлайн. С песней по республике. В Чувашии стартовал музыкальный марафон. Рабочий день. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев сегодня провел в Шумерлинском и Аликовском районах. Встречи с чиновниками и жителями определили перечни вопросов, требующих серьезной совместной работы. Еще на пресс-конференции Олега Николаева от Шумерлинцев поступил вопрос о том, что в городе нет благоустроенного пляжа. А лето – вот оно, началось. Старый пляж на Суре требует очень большого вложения средств. А вот благоустроить статуевский пруд, так называемую дамбу, вполне реально. Работы по благоустройству уже начал собственник имеющихся здесь строений. Администрация города готова подключить и других инвесторов, чтобы благоустройство пруда и рекреационной зоны пошло более быстрыми темпами. Еще одна важная тема – состояние жилищно-коммунального комплекса Шумерли. Оно весьма плачевное. Очевидно, что без финансовой поддержки республике наладить бесперебойную работу системы невозможно. Здесь уже построено шесть новых котельных, но нужны еще. Параллельно с их строительством готовится проект модернизации всех тепловых сетей. Валикова в Рио главой посмотрел, как идет строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Обсудил вопросы переработки твердых бытовых отходов. Подробнее завтра в информационной программе «Республика». Въезд в Ядрин и Ядринский район строго ограничены за сложные эпидобстановки. С учетом приближающихся выходных жителям республики настоятельно рекомендовано воздержаться от посещений муниципалитетов. Увеличилось количество зараженных коронавирусом и в «АллатРе» в три раза с начала недели. Сегодня там побывала оперативная группа во главе с вице-премьером правительства Чувашии Аллой Салаевой. Участники опер-группы встретились с руководством и активом «АллатРа». Обсудили причины роста заболеваемости. Это и приезжие из других регионов, и нарушение режима самоизоляции, и слабый контроль за соблюдением эпидемиологического режима. Для оказания помощи заболевшим приняты дополнительные меры. На базе роддома открыто инфекционное отделение на 80 коек. Рожениц будут принимать в Шумерле. Алла Салаева обратила внимание на то, что ограничительные меры в городе соблюдаются не в полном объеме. Например, здесь открыты магазины стройхозтоваров, которые в данный момент не являются товарами первой необходимости. Не везде есть в общем доступе средства для обработки рук. В отличие от «Ядрины», в «АллатРе» эпидемиологические меры ужесточать пока не будут. Но начнут строго следить за соблюдением установленных на время пандемии правил. Подробнее завтра в информационной программе «Республика». В столице Чувашии продолжается реализация программы формирования комфортной городской среды. За соблюдением всех требований следит общественный контроль. В составе группы представители администрации, специалисты архтехнадзора, общественники. Я когда пришла работать, здесь такие ямы были. Здесь совершенно был непригодный для проживания двор. Это была убитая дорога с ямами огромными. Здесь не было совершенно никакой парковки для автомашин. Здесь была очень маленькая, совершенно малюсенькая какая-то каруселька одна. Детям негде было играть. Так выглядел двор по проспекту Максима Горького, 15, до благоустройства в 2017 году. После ремонтных работ по программе формирования комфортной городской среды все изменилось. Сейчас здесь оборудован, пусть небольшой, но приятный и насыщенный оборудованием уголок, где дети могут играть, родители могут сидеть на комфортной скамейке. Первый раз в тот ремонт было участие и приемка со стороны жителей. Здесь делались замеры асфальтового покрытия. И оно было соблюдено со всеми правилами по толщине и по составу, видимо. Потому что прошло три года, дорога сохранилась. К тому же сделали тротуар, оборудовали парковочные места, отгородили декоративным забором газоны. В основном, наверное, все программы предполагают участие непосредственно и жителей. Все-таки, наверное, хотел сказать следующее, что софинансирование – это такой важный момент. В тех дворах, где присутствует софинансирование, оно носит символический характер от 1% до 10%. Как правило, сознание граждан растет, они относятся более бережно к тому имуществу, которое появляется на дворовой территории, изгоняет из дворовых территорий маргинальных личностей. То есть есть определенный уход и бережное отношение к тем благам, которые появляются на дворовой территории. Гарантийный срок ремонтных работ – 4 года. Общественный контроль вместе с представителями администрации регулярно проверяет состояние дворовых территорий. Сейчас в московском районе Чебоксар начали ремонтировать подъездные пути к дворам в рамках проекта «Автомобильные дороги» муниципальной программы развития транспортной системы города Чебоксары. Всего у нас 9 дворов на общую сумму 12 миллионов. Заказчик у нас – жил фонд. Каждый вечер в WhatsApp скидываем фотографии о проделанной работе. Стараемся пока после себя оставлять порядок. Вот на данном участке мы два двора закончили и сейчас приводим в нормативное состояние обочину. Татьяна Трофимова, Павел Иритков, Республика. В Чувашской государственной филармонии продолжается реконструкция. Средства из федерального и республиканского бюджетов на завершение работ выделены в полном объеме и составляют почти 229 миллионов рублей. Когда сдадут объект, выясняла наша съемочная группа. Реконструкция здания филармонии началась в 2017 году. В декабре 2019-го за работу взялась организация «Спецстрой», с которой был составлен контракт на 149 миллионов рублей. На данный момент подрядчик выполнил только пятую часть работ. Графики сдачи сдвинулись и в связи с коронавирусом. Предприятия-поставщики временно не работали. Сейчас эти работы возобновлены. И в части, касающейся изготовления механики сцены, и в части, касающейся витражей для нашего фасада, и в части, касающейся автоматики лифтов, работы возобновлены практически на всех предприятиях. Поэтому мы ожидаем, что эти поставки завершатся через течение двух месяцев. И, в общем, проблема будет снята. По поручению в Рио главы Чувашии разработана дорожная карта завершения затянувшейся реконструкции. Уже выполнено бетонирование монолитных участков и оснований, ремонт водопровода, установка противопожарных дверей. Начаты работы по благоустройству территории. Но самое главное, что кардинально изменится после реконструкции, и что, несомненно, оценят зрители, это новые свет, звук, декорации и видеопроекционное оборудование. Коллективы жаждут работы. Зал очень удобный, всем будет видно, слышно. Поэтому я думаю, что концертные программы поднимутся на совершенно новый уровень. Реконструкция ведется в рамках национального проекта «Культура». Общая сумма заказа – 382 миллиона рублей. Работы планируют завершить к концу октября этого года. Ольга Алексеева, Маргарита Мельникова, Игорь Зверев, Республика. На героя следующего видео оперативники просят обратить особое внимание. Возможно, ранее судимый новочебоксарец, задержанный по подозрению в открытом хищении сотового телефона, причастен к другим правонарушениям. Пострадавших просят обращаться в ОМВД России по городу Новочебоксарск. Телефон дежурной части 73-80-02. Почему был заставлен? По статье 161-2. Что он сделал? Украл телефон. Когда? 6-го числа. Где? По улице Советская. У кого? Я не знаю, я мало ли с ним знаю. Ранее незнакомый человек? Да. Информация для неравнодушных телезрителей. В марте 2020 года в центре Чебоксар была найдена собака. Приютившие ее люди просят откликнуться хозяев. Это крупный молодой пес, на вид ему 3 года, был ошейник, доброжелательным людям, адекватный, знает команды, стерилизован. Волонтеры обращаются к телезрителям. Помогите найти прежних хозяев собаки или тех, кто возьмет пса в добрые руки. Чуть больше двух недель остается до завершения приема заявок на республиканский конкурс управленцев. Руководителей с опытом более трех лет приглашают пройти тестирование. В начале онлайн. Лучше встретиться очно летом 2020 года. Заявки на участие в республиканском конкурсе «Управленческая команда» принимаются до 14 июня 2020 года. Электронная регистрация доступна на сайте leader.cap.ru. Одно из обязательных условий – запись видеопрезентации. Ощущается определенный дефицит компетентных кадров, поэтому я думаю, что этот конкурс будет хорошим инструментом для выявления эффективных классных управленцев и менеджеров. Центр «Мой бизнес» в Чувашской республике является партнером этого конкурса. Мы будем оказывать консультационную экспертную поддержку. Финалисты конкурса смогут пройти стажировку в нашей компании и, возможно, даже трудоустроиться. Наставниками-экспертами станут участники федерального конкурса «Лидеры России». Они поделятся опытом с управленцами, проведут мастер-классы и будут оценивать компетенции участников регионального испытания. В текущем году я действительно участвовал в конкурсе «Лидеры России», прошел в полуфинал. Это позволило мне стать наставником в этой программе. Экспертная комиссия отобрала меня в качестве эксперта для оценки компетенций финалистов и полуфиналистов этого конкурса. Я надеюсь приложить все усилия, которые получил на российском конкурсе. К слову, в этом году двое полуфиналистов федерального конкурса «Лидеры России» получили назначение на руководящие должности. Вячеслав Борисов стал руководителем администрации главы республики, а Александр Башлаев сейчас на посту замминистра строительства региона. Победители республиканского конкурса «Управленческая команда» пойдут в резерв управленческих кадров «Чувашии». Ирина Волкова, Николай Скворцов, Республика. Сегодня во многих детских садах республики прозвучал последний звонок. Обычно маленьких выпускников ждали оригинальной праздничной программы. Но в этом году из-за коронавируса утренники прошли в режиме онлайн. Чтобы этот праздник запомнился малышам, воспитатели и родители вместе создали интерактивное видео для выпускников, в котором рассказали о самых лучших моментах своего детсадовского детства. Он пришел в наш первый выпуск. И май волшебник, полюбуйтесь сами, осыпал щедро нежную сирень лиловыми душистыми цветами. В уютном детском садике мы были словно дома. Любые уголочки нам были там знакомы. Нам здесь жилось так весело. Мы песни пели и играли. И даже не заметили, как большими стали. Различные конкурсы и фестивали, обучающие игры и спортивные состязания. Взрослые создали целую видеолетопись маленькой жизни. Конечно же, это волнительное и трогательное событие, как для нас, для родителей, так и для детей. Жалко, что в этом году нам приходится выпускной встречать в таких условиях, но тем не менее мы не грустим. Каждый родитель очень ответственно подошел к этому событию. Мы подготовили с детьми видеообращения, видеоролики. И воспитатели у нас поддержали эту идею. Собрали в один видеоролик самые ценные моменты, самые счастливые моменты из жизни детского сада. Конечно же, это будет сюрпризом как для родителей, так и для детей. Сегодня праздник отмечают пограничники. Обычно он проходит с размахом, концертами и встречами сослуживцев. Однако из-за пандемии поздравления с праздником кадровые офицеры и ветераны пограничных войск принимали онлайн. У нас есть общий чат пограничников Чувашии. Чат называется «Пограничники Чувашии». Там у нас около 100 человек. Мы общаемся там. Мы вот и сегодня друг друга поздравили. А также хочу сказать, что сегодня утром был онлайн-репортаж, можно сказать, в 7.20 утра. Я там рассказал о работе Чувашко-Аблиганского общества «Пограничников Пограничников Братства». Наша цель, я уже говорил, патриотическое восприятие молодого поколения. В многих районах у нас есть кадетские классы, а также отряды юных друзей-пограничников. В этом году весной у нас не получилось провести 9-й слет юных друзей-пограничников Чувашко-Аблиганского школы Альковского района. Но мы это будем проводить осенью. Трем уроженцам Чувашии, служившим в пограничных войсках, присвоены звания Героев России. В их честь проводятся спортивные турниры в Чебоксарах и районах. Отделение пограничного братства есть во всех районах республики. Славься, Чувашия! В республике стартовал песенный марафон, приуроченный к празднованию 100-летия автономии. Марафон продлится почти месяц до дня республики. В нем примут участие все муниципалитеты. Каждый день к акции будут подключаться разные районы и города. Открыл марафон Красно-Читайский район. На портале органов власти постепенно выкладываются видеоролики. В них официальная символика достопримечательности достижения каждого района. Сегодня на карте появилось видео Шумерлинского района и его центра. Завершат марафон Чебоксары. Его итогом станет совместное исполнение гимна Чувашия. Это были новости четверга. До свидания.